Песня «Святая Церковь» 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 Он говорит о том, как важно для верующих причащаться святых христовых тайн. Очень многое из его посланий, написанных в таких трудных обстоятельствах, мы узнаем о жизни в ранней христианской церкви. А память другого святого, который сегодня празднуется, Иоанна Кронштадтского, переносит нас уже в совсем недавние времена, когда церковь не была дыма, когда христиан не отдавали нас съедение диким зверям, но когда тем не менее вокруг церкви свирепство будет, потому что в стране нашей российской готовилась революция, и бесы разных мастей эту революцию готовили. Они принадлежали к разным застольям, но в основном это были представители российской аристократии и российской интеллигенции. Те, которые готовили революцию. Некоторые сознательно, а некоторые бессознательно. Просто распрощали у них деньги всякими уже обучениями. И вот явным был в нашей стране великий угодник Божи, святой праведный Иоанн Кронштадтский, который, в отличие от многих святых, не был ни святителем, потому что не имел ни пресновского сада, ни преподобным, потому что не имел монашеского посреда, не был он ни мучеником, потому что никто не мучил его, а наоборот, жил он, как казалось, в сытости и довольстве, носил дорогие обучения, имел много денег и щедро делился этими деньгами с людьми. Не был он и благоверным князем, потому что не обладал земной властью, а был всю жизнь простым приходским священником. Но, конечно, не совсем простым, не совсем обычным. Потому что, во-первых, служил он в Божественной литурге, в каждой божьей день. С этого начинался. Он начинался с того, что этот подвижник просыпался, вставал в молитву, а затем шел в храм, где его всегда, каждый день и в будни, и в празднике ждали полный день. И он совершал Божественную литургию, он пламенем и горячо молился за Божественными литургами, и своими духовными отчаяниями он совершал Бога. Каждый день он причащался святым Христовом Таин, и каждый день те, которые участвовали в совершаемых им богослужениях, тоже причащались. Это было очень необычно для того времени, потому что в те времена было принято причащаться редко, и большинство православных христиан причащались разу Богу, великим постолам, а потом на работу привозили справку о том, что они были в исповеди и были в причастии, чтобы никто не сомневался в их благонадежности. А самые благочестивые причащались пять раз в год. На свой день ангела им четыре поста. А так, чтобы причащаться каждое воскресенье, а тем более каждый день, это было по тем временам неслыханным обществом. И святого Иоанна Кронштадтского за это многие осуждают. А он напоминал людям о том, что святые тайны, тело и кровь Крестовы, это та пища для души и тела, которая дается человеку Богу. И если человек подготовился к причастию Святого Христова в тайну, если он горит желанием соединиться с Господом, то нет для него препятствия причащаться хоть и каждый день, лишь бы душа его была очищена от любого поколения. Как и Святой Игнатий Богоносец, Святой Павел Иоанн Кронштадтский оставил после себя Писание. Это, во-первых, его духовный дневник, который он был в протяжении многих лет и который называется «Моя жизнь в Христе». Части этого дневника писавались при его жизни, так же, как и его проповеди, его беседы, его учения, его послания и пасты. Он много сил отдавал в борьбе против ужелучений и против революционных настроений. Он предчувствовал, к чему ведут Россию революционеры и вибералы, он чувствовал ту опасность, которую таил в себе лжеучение Льва Христова, и он очень жестко на протяжении многих лет обличал этого великого писателя и великого лжеучителя. И до последних дней своей жизни, пламенея любовью к Богу, он проповедовал Христа, распятого и воскресшего, и приводил людей к Христу. Господь наделил его многими духовными дарами, в том числе и даром чудотворения. И многие чудеса были за свидетельством, совершающиеся им или рябцами. Но, конечно, те люди, которые готовили в России революцию, они не были убеждены этими чудесами. Они во всем этом видели только шарлатанство и лекушество. И, как и многие пророки, которые приходили, но становились глазом вопиющего в пустыне, как пророки, которые не были услышаны в своем Отечестве, святой праведный Иоанн Кронштадтский в конечном итоге не был услышан. И на долгие десятилетия после революции он был вычеркан из народной памяти. Даже в официальном органе Русской Православной Церкви, в журнале Московской Патриархии, не позволялось упоминать об этом в отечестве пасхи. И только после того, как в стране настала религиозная свобода, вспомнили об этом великим святом, и он был причислен к лику святых. И сегодня мы вспоминаем его как одного из тех пророков, которых Господь посылал нашему народу. Его пророчество и слово продолжает звучать через его книгу. И каждый из нас, кто желает, может к этим книгам обратиться. Они изданы и в печатном виде, они присутствуют в сети интернет, и много полезного найдет для себя каждый православный христианин в писании святого праведного Иоанна Кронштадтского. Прежде всего, он напоминает нам о реальности Бога и Царства Небесного. Он говорит о том, как нам молимся. Мы должны ощущать Бога, находящегося рядом с нами. Если мы произносим «Ида Божия», то в этом имени присутствует Сам Господь. Если мы совершаем крестное знамение, то в этом крестном знамении присутствует Сам Господь Иисус Христос, распятый на кресте. Когда мы вылезаем икону Пресвятой Богородицы, то сама Пресвятая Богородица находится рядом с нами. Когда мы молимся ангелов или святым, когда мы в храме Божьем участвуем в Божественной Литургии, то ангелы или святые находятся рядом с нами. И когда мы предстоим за Божественной Литургии и молимся о том, чтобы Святой Дух сошел на хлеб и лимон и сделал их телом и кровью Христа, то эта таинция неизменно и всегда, каждый Божий день совершается предкачание верующих по их молитве и по молитве священника. Сила веры святого Иоанна Кронштадтского заключалась именно в том, что он не просто теоретически знал все эти истины, а он их познал собственной жизнью. И его дневники убедительно об этом свидетельствуют. Будем молиться и святому Игнатию Богоносцу, и святому Иоанну Кронштадтскому, чтобы они помогли нам приобрести такую крупную и крепкую веру, которая позволяла бы нам ощущать присутствие Божие, когда мы молимся Богу. Ощущать присутствие рядом с нами Пресвятой Богородицы, ангелов и святых, когда мы молимся им, как можно чаще причащаться к святых престолов тайн, питаться этим хлебом, восходящим с небес, этой манной небесной и под водительством Церкви нашей следовать по пути ведущему Царству Небесному. Аминь. Храни вас всех, Господи. Храни вас всех, Господи.